Украинские военные боевика российских оккупационных сил не прошло и года, а история почти повторяется. Это Дебальцевская трасса. Она соединяет подконтрольную украинской власти территорию и временно оккупированную часть Донбасса. 2 февраля по этому маршруту в сторону оккупантов выдвинулся местный житель. Вот гражданские следы, как он шел из той зоны. Мы его зафиксировали метров за 500 от нашего поста. Прикрываясь куском белой материи, он прятался на обочине дороги. Уже много лет по ней ездят только военные. Он прекрасно знал, что здесь стреляют, что здесь находятся вооруженные силы Украины. Скорее всего, он просто хотел обойти нас, но у него не получилось. Маршрут боевика был непростым. Сначала он планировал обойти украинские посты, потом выйти прямо к позициям оккупантов. Если брать по пути трассы, то у них, соответственно, в Дебальцевском направлении там блокпост стоит. То есть там, можно сказать, сплошные поля. То есть там, чтобы были какие-то населенные пункты, то нет. Там они очень далеко находятся. В полной темноте подозрительное движение заметили эти бойцы. Вели его, наблюдали за ним, как он себя будет проявлять. А он метров сто пройдет, скроется за белой простыней, идет дальше. Встречать непрошенного гостя с опорного пункта отправились две группы военных. Одна зашла с тыла, другая выдвинулась навстречу. Он сопротивлялся. Мы его заломали и доставили на пост. С собой боевик нес мобильный телефон. Держал на готове для быстрой связи с кураторами. Но нажать на кнопку не успел. Уже на посту во время осмотра перед армейцами предстал вот этот человек. Все тело в тюремных и нацистских татуировках. Сказал, что идет к знакомой в соседний населенный пункт. Вот только легенда с поведением не совпадала. Он паниковал немного. Он не ожидал, что так быстро его задержат. И сначала разговаривал по-русски, а потом почему-то начал говорить на украинском. Позже выяснилось. Задержанного в декабре прошлого года завербовала через соцсеть бывшая одноклассница. Убедила переходить на сторону российско-оккупационных войск. За предательство Украины и убийство ее граждан обещала гонорар. 20 тысяч рублей в месяц. Теперь украинские налогоплательщики будут обеспечивать несостоявшемуся боевику существование в тюрьме. Игорь Меделян, Донецкая область, UATV.